Анадолу, Турция. Газопровод Турция, ТРСК изменит геополитические балансы в Восточном Средиземноморье. Ильхан Саксин. Анадолу Айянс, Турция. 26 декабря 2019 года. На протяжении всей истории Восточное Средиземноморье было критически и стратегически важным регионом с точки зрения Средиземноморской торговли. В силу этой особенности прежде всего Кипр находился под властью разных игроков, но никогда не утрачивал своего стратегического значения. Восточное Средиземноморье в целом и Кипр в частности не только не потеряли своего значения, но стали даже еще важнее, начиная с 2000-х годов, когда в дело вступили энергетические ресурсы, и при этом взрывоопаснее. Учитывая, что, по имеющимся оценкам, объем разведанных запасов природного газа в мире составляет 196 трлн кубометров, можно сказать, что около 5% от этого количества, а именно, примерно 9,8 трлн кубометров природного газа, находится в Восточном Средиземноморье. Из них 3,6 трлн кубометров, согласно исследованиям Американской геологической службы, содержится в Ливантийском бассейне, а 6,3 трлн кубометров, в дельте Нила. Этот энергетический потенциал существенно повысил геополитическое значение региона и интерес к нему не только со стороны региональных государств, но и в то же время международных компаний, глобальных игроков. В этом контексте геополитическую ситуацию в регионе можно оценить с точки зрения кипрской проблемы, международного права и энергетической безопасности. Что касается кипрского измерения, в то время как наличие энергоресурсов должно быть мотивацией, способствующей решению проблемы острова, как фактор, повышающий его общее благосостояние, это обстоятельство стало еще одним новым звеном проблемы. Несмотря на усилия и призывы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, ТРСК, в направлении построения сотрудничества на разных платформах, греческая администрация Южного Кипра прежде всего под влиянием Европейского Союза, ЕС, и Греции настаивает на том, что решение проблемы зашло в тупик, и продолжает делать ходы от имени всего острова, игнорируя права ТРСК и кипрских турок. Если посмотреть с точки зрения международного права, то независимо от кипрского измерения греческая администрация Южного Кипра опять же продолжает действовать в одностороннем порядке. Кроме того, Греция и греческая администрация Южного Кипра совместно с ЕС и некоторыми международными силами пытаются делать определенные шаги в восточной средиземноморском бассейне, совершенно не считаясь с Турцией и ТРСК. При этом Греция и греческая администрация Южного Кипра, обосновывающие свою политику международной конвенции ООН по морскому праву 1982 года, пренебрегают ее принципами, связанными с определением юрисдикции на основе справедливости, с учетом интересов всех прибрежных государств, игнорируют существование и права ТРСК, стремятся максимально ограничить юрисдикцию Турции, которая обладает самым длинным побережьем в Восточном Средиземноморье. Помимо этого, они пытаются привлечь государства, члены ЕС или международные энергетические компании других стран, особенно в тех зонах, где интересы сталкиваются, и, выдавая так называемое разрешение на поисковые работы, стараются столкнуть лбами Турцию и эти страны. В этом процессе греческая администрация Южного Кипра, пытаясь легитимировать свои претензии или поставить Турцию перед свершившимся фактом и тем самым осложнить ее положение, заключила соглашение об исключительных экономических зонах с Египтом и Израилем. Турция в ответ на эти действия, конечно, проводит политику, ориентированную на защиту своих прав и прав ТРСК как с точки зрения международного права, так и с дипломатической, военной точек зрения. Один из недавних внешнеполитических ходов в этом направлении был связан с энергетической безопасностью, которая образует третье измерение проблемы. Недавно Ассоциация энергетической экономики Турции совместно с Ближневосточным техническим университетом Турции провели первый в Восточной Средиземноморский международный энергетический симпозиум. На этом симпозиуме министр экономики и энергетики ТРСК Хасан Тачой озвучил идею создания газопровода между Турцией и ТРСК и отметил, что этот трубопровод сможет передавать природный газ из Турции в ТРСК в 2025 году. Наряду с тем, что этот газопровод может быть протянут по маршруту водопровода, проложенного между ТРСК и Турцией, и имеет протяженность 80 километров. Его важнейшей особенностью, на которую нужно обратить внимание, является то, что этот газопровод будет двунаправленным. Помимо передачи газа из Турции в ТРСК, по этой линии можно будет также поставлять природный газ, обнаруженный в Восточном Средиземноморье, как в Турцию, так и на Западной рынке. И это фактор, который изменит геополитику региона. На данном этапе главный вопрос заключается в том, как этот проект повлияет на геополитику Восточного Средиземноморья. Безопасная и дешевая линия на самом деле это не единственный случай, когда Турция является намного более безопасной и дешевой альтернативой, даже в одной только этой сфере. В качестве другого похожего примера выступает проект Южный поток, строительство которого началось в 2012 году. Этот проект отменился из-за возросшей стоимости на фоне санкций, введенных ЕС в отношении России в результате оккупации русскими Крыма в 2014 году. С принятием третьего энергетического пакета в 2009 году ЕС в целом хотел диверсифицировать источники получения энергоресурсов и в частности избавиться от рисков, порождаемых энергетической зависимостью от России, и с этой целью не допустить, чтобы один поставщик энергоресурсов работал сразу с несколькими рынками. Таким образом, ЕС фактически выступил как против российского проекта Южный поток, так и в этой связи против заключения России двусторонних соглашений с государствами, членами ЕС. Россия, которой такая позиция ЕС во многом ограничила простор для действий, предложила альтернативу проекту Южный поток. И с заявлением Путина от 25 мая 2014 года мы проведем Южный поток через страну, которая не входит в ЕС на повестке дня возник проект Турецкий поток, который будет проходить на территории ЕС через Турцию. Кроме того, выбор Турции в качестве маршрута для такой линии понизил затраты на трубопровод по сравнению с проектом Южный поток в силу меньшей протяженности и сделал проект более осуществимым. В этом смысле только на морском маршруте Россия сэкономит 10 миллиардов долларов. Такая ситуация даст важные преимущества стране-производителю. То же самое можно сказать относительно передачи энергоресурсов Восточного Средиземноморья на западные рынки. Прежде всего, чтобы проект ТААСТМЕТ стал предпочтительной альтернативой для производителей, он должен быть более подходящим вариантом, чем имеющийся в регионе возможности, метод СПГ и прокладка трубопровода в Турцию. А это в данный момент, особенно если учесть, что ожидаемый природный газ пока недоступен, не представляется возможным. Проект двунаправленного газопровода между Турцией и Кипром в очередной раз показал, что Турция в силу своего геополитического положения является одним из самых идеальных, безопасных и подходящих маршрутов для обеспечения энергетической безопасности ЭС. Есть еще один важный эффект от проекта газопровода Турция – ТРСК для региональной геополитики. Он способен собрать за столом переговоров в прибрежные государства Восточного Средиземноморья, то есть расчистить путь к сотрудничеству. Отсутствие проблем с обеспечением безопасности трубопровода протяженностью 80 км и его невысокая стоимость имеет решающее значение с точки зрения стран-производителей в регионе. Альтернативы такого рода являются ходами, способными в очередной раз напомнить о положении роли Турции в регионе, способствовать исправлению такой ошибки, как проведение без участия Турции ТРСК встреч, касающихся всего бассейна, на которых страны должны вместе принимать решения, подобно Восточной Средиземноморскому энергетическому форуму. Особенно тот факт, что Греция и греческая администрации Южного Кипра продолжают занимать ту же позицию относительно разграничения зон юрисдикции в регионе и, что еще более трагично, получают в этом направленном на изоляцию Турции вопросе поддержку ЕС, который строит свою внешнюю политику на основе сотрудничества и мягкой силы, претендует на роль поборника либеральных ценностей, является важнейшим препятствием на пути к сотрудничеству в регионе. Позиция Греции и греческой администрации Южного Кипра, которая противоречит международному праву, может измениться под влиянием таких альтернативных шагов, как проект газопровода Турция, ТРСК, или по крайней мере утратит свое влияние и не препятствует сотрудничеству с производителями в регионе. Этот проект в то же время означает поддержку ТРСК последним измерением, которое следует рассмотреть в связи с этой темой, являются отношения Турции и ТРСК. Этот газопровод важен с той точки зрения, что он демонстрирует масштаб отношений между Турцией и ТРСК и поддержку ТРСК со стороны Турции. Строительство водопровода через Средиземное море, затем заявление премьер-министра ТРСК Эрсина Татара, Эрсин Татар, о том, что рассматривается вопрос о закупках электроэнергии из Турции по специальной электрической сети, и, наконец, проект двунаправленного газопровода необходимо воспринимать как сигнал о том, что поддержка ТРСК со стороны Турции на правах гаранта будет продолжаться. В этом вопросе Турция прежде всего проводит политику в направлении защиты собственной энергетической безопасности и своих прав, вытекающих из международного права, и в то же время на правах гаранта защищает права турок и приотов в ответ на односторонние инициативы, которые предпринимает особенно греческая администрация Южного Кипра, игнорируя ТРСК. Данный проект трубопровода также выступает как один из важнейших показателей этой поддержки. Примерно одновременно с объявлением о проекте двунаправленного газопровода, который планируется построить между Турцией и ТРСК, стало известно о ходе, еще более усилившем эффект этой инициативы и способном кардинально изменить геополитику Восточного Средиземноморья. Турция и правительство Национального Согласия Ливии подписали меморандум о разграничении морских зон юрисдикции. Это, с одной стороны, повлияет на позицию Греции, которая объявила о так называемой исключительной экономической зоне, полностью пренебрегая суверенными правами Турции, и в то же время заставит такие государства, как Израиль, Египет, что реализует инициативу наподобие Восточной Средиземноморской энергетической платформы в обход Турции и ТРСК, пересмотреть свое отношение. Учитывая действия, которые пытаются предпринимать в Средиземном море Израиль, Египет, греческая администрация Южного Кипра и Греция при игнорировании своих соседей, подписание данного меморандума с Ливией в очередной раз показало, что уравнение в Средиземноморском бассейне невозможно построить без участия других прибрежных государств. Таким образом, говоря об энергетической безопасности Восточного Средиземноморья, кипрской проблеме определения границ юрисдикции прибрежных государств региона, необходимо рассматривать бассейн как единое целое и руководствуется принципом справедливости в рамках обширного сотрудничества в том числе при участии Турции и ТРСК. Основный критерий здесь – политическая воля, и необходимо подчеркивать, что решение может быть найдено при проявлении политической воли от макро до микроуровня, от ЕС до Греции и греческой администрации Южного Кипра, и при участии в усилиях по построению сотрудничества, предпринимаемых Турцией и ТРСК на разных платформах. Идея газопровода Турция – ТРСК представляет собой ход, который опять же может создать условия для сотрудничества в Восточной Средиземноморском бассейне. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.